Это ключевый момент, ну то есть в Японии такие обычаи и традиции, а в Голландии, которые ты назвала Нидерландами, другие законы, традиции, обычаи, обряды, а в Великобритании и в Канаде, Канада вообще прекрасная страна по-моему. Да, мне понравилась, мне понравилась эта идея. Скажи, вот мне тоже она понравилась и ты ей так вкусно еще рассказываешь, причем уже третий раз и все равно вкусно. И вкуснее, чем шоколад, честно. Так что, я Лиза и я хочу вам рассказать. Или тебе? Лучше давай напей. Я Лиза и я хочу тебе рассказать. Ладно? Ладно? Привет, не могу. Ой, я не могу. Ну правда. Говорила, не стеснительная. Да. Ну не особо, но... Ну нормально все, рассказывай. Ну ладно. Да. Привет, меня зовут Лиза и я хочу тебе рассказать о традициях в разных странах, к Дню влюбленных. Уже завтра у нас этот день, поэтому я думаю, стоит рассказать, как отмечают в разных странах этот праздник, какие существуют традиции и обычаи. Например, в Италии, где этот праздник и зародился, люди дарят тюльпаны, сладкие разные подарки и такой особенностью есть то, что они подкладывают анонимные валентинки. К нам это тоже пришло, у нас тоже часто делают такое, но они это придумали, у них это считается традицией. Во Франции, которая считается страной романтики, любви, все ездят туда в разные романтические путешествия, там принято устраивать конкурсы на самые длинные поцелуи, на самую длинную серенаду под окном у девушки. Ну какая девушка не захочет, чтобы ей под окном все спели серенаду на пару часов. В Нидерландах, это вообще удивительная страна с удивительными обычаями, традициями, и там в этот день девушка может сделать предложение парню, а он вряд ли захочет отказываться, чтобы тратить деньги на дорогое шелковое платье. Ведь если он откажется, ему придется это делать. В Канаде же все намного жестче, там девушка тоже имеет право сделать предложение парню, но если он откажется, его ждет или денежная, или штраф, или его посадят в тюрьму. В Японии страна очень известная своими аниме и тому подобное, в этот день мужчины празднуют свой день. Девушки должны оказывать мужчинам знаки внимания, дарить им разные подарки. И также считается хорошей традицией то, что они дарят шоколад. Шоколад существует двух видов. Обычный, который вы дарите своим знакомым, друзьям, подругам, совершенно не важно. А существует шоколад, который вы можете подарить только своему любимому человеку. И вот, такая у них традиция. Я надеюсь, что каждый из вас в этот день захочет подарить своему любимому, знакомому, маме, подруге, совершенно не важно кому, традицию, чтобы вы каждый год в этот день дарили, делали друг другу приятное, дарили что-то. И это стала у вас традицией на каждый год. Не только потому, что так у всех, а потому, что вы сами заложили такую традицию. Спасибо.